Следующее видео, которое мы посмотрим, называется «Токсичная сторона женского тепла». Ролик с канала Михаила Утопиена. Если в прошлом ролике на тему женской токсичности мы говорили о каких-то базовых и доступных любому вещах, связанных со статистикой, то в этот раз мы поговорим о глубинной причине этого явления, посредством психологии и метафизики. Начать стоит с концепции Фрейда, которую он обозначил как «зависть к пенису». Да, если вы не верите в токсичную феминность, ну, посмотрите на всяких трансвеститов, на, значит, гомосексуалистов, мужчин, которые ведут себя очень так женственно, и у которых, значит, пользуется успехом и женская косметика, и, значит, женские платья и так далее, и так далее. Что это как невыражение токсичной феминности? Концепции, которые впоследствии развили уже женщины-психоаналитики. Вроде Мелани Кляйн, Хелен Дотч и Карен Хорни, которая больше всех посвятила свое время изучению данного феномена. Феминистки эту концепцию, естественно, отвергают, и очень скоро вы поймете почему. Прежде всего, я хотел бы сказать, что все, что мы сейчас будем обсуждать, является символическими, а не физическими актами, выражаемые в бессознательном, в данном конкретном случае, женщин, в сновидениях, фантазиях, идеях. В своей книге «Женская психология» Карен Хорни приводит следующую цитату. Многие женщины в детстве и в зрелости периодически или даже постоянно испытывают страдания, связанные со своей половой принадлежностью. Специфические проявления ментальности женщин, возникающие из протеста против участи быть женщиной, берут свое начало от их детского страстного желания обладать собственным пенисом. Неприемлемая идея у собственной изначальности... Ну, это, кстати, уже фрейдистские загибы, ни на чем не основанные, абсолютно про зависть к пенису и тому подобные вещи. То есть, когда вы с таким сталкиваетесь где-то в литературе, вы должны прежде всего понимать, что это ни на чем не основано вообще. Это все Фрейд выдумывал из головы абсолютно. ...чайные обделенности в этом отношении дает... То есть, это не какой-то факт, там, я не знаю, биологический или еще какой-то, это просто вот психоаналитические догмы, примерно как догмы, там, из любого религиозного текста. Это надо воспринимать, и никак иначе. ...почва для пассивных фантазий о кастрации, во время как активные фантазии порождаются мстительным отношением к мужчине, находящимся в привилегированном положении. В этой книге Карен Хорн немного описывает то, как ей приходилось работать с пациентками, считая, что у подавляющего большинства из них присутствовал этот комплекс. Для мужчин же желание быть женщиной является полной противоположностью всех его желаний, воплощением всех его страхов, наказания в виде символической кастрации. Для женщины же наоборот, желание обладать пенисом подкрепляется стремлением отождествлять себя. Ну, это психоаналитические догмы, это ни на чем не основано. Это как бы религия, на самом деле. Просто без веры в загробный мир. ...себя с могучим отцом, получением чего-то того, чего нет у нее самой. Самое печальное открытие девочки в жизни, это открытие того, что в отличие от ее братика или отца, у нее нет пениса, вследствие чего рождается вера в то, что когда-то он у нее был, но был утрачен вследствие кастрации, а кастрация трактуется как наказание. Так рождается токсичное отношение к мужчинам. Но не только к мужчинам. Последствием своей активной работы с пациентками, Хорни описывает характерные черты, которые присутствуют у женщин с этим комплексом. Все эти женщины занимали в детстве в соревновании за мужчину, отца или брата, второе место. Подозрительно часто в 7 случаях из 13 у девочек была старшая сестра, которая оказывалась более искусной в умении захватывать место под солнцем и ходить в любимцах у отца или, как еще в одном случае, у старшего брата, а в другом у младшего. Приведенный анализ выявил огромный уровень скрытой агрессии против этих сестер. Обобщая свой опыт, Хорни заключает, что во всех случаях в раннем детстве были старшие сестры, которые запугивали младших, частично прибегая к... Ну, кстати, в основном в ранней психоаналитической литературе они выдумывали себе клиентов с этими самыми необычными расстройствами, там, необычными психологическими проблемами. То есть там в ряде случаев это художественный вымысел, то есть у них никогда не было таких пациентов. Это все выдуманная херня просто для обоснования вот этих психоаналитических всяких концепций. То есть тут как бы... Генезис вообще психоанализа в целом, он такой же примерно, как у... Собственно, что такое саентология, да? Саентология это успешное, такое дочернее предприятие. Просто услуги психоаналитиков в середине века в Америке они стоили очень дорого, не так, как сейчас. И поэтому Хаббард, он решил демпинговать просто на этом рынке. То есть он начинал с того, что писал художественную фантастику, потом понял, что типа этим денег особо не заработаешь. Придется всю жизнь быть там литературным негром и кучу-кучу знаков всегда написывать, а это утомительно. И, собственно, на основе своего увлечения оккультизмом и психоанализом он вот решил придумать как бы новое учение, которое по сути представляло собой такую легкую профанацию тех же самых психоаналитических идей. В итоге он написал книгу «Дионетика», которая стала бестселлером. Ну и дальше, в общем-то, вы знаете, да, там постепенно это все превратилось в новую религию, ну, для того, чтобы налоги не платить. Хотя, с другой стороны, у саентологии действительно есть собственная религиозная доктрина, вот. Так что, ну, тут, в общем-то, это ни на чем не основаны, все вот эти идеи, там, зависти к пенису. Ну да, охуенно. По поводу писать стоя, надо понимать, что во многих традиционных культурах люди, в принципе, никто не писал стоя. Как бы даже мужчины, они писали сидя всегда. То есть, поэтому, ну да, это можно, но это как шутку можно только обсуждать все вот эти вещи, там, про все то, что Фрейд написал. Да, это интересно, как философия это интересно, но, допустим, там, идея детской сексуальности, она вообще ни на чем не базируется. Тут никакой корреляции даже вот с какими-то эндокринными процессами, там, нейропроцессами, нейрофизиологическими процессами просто нет, она отсутствует. Потому что Фрейд постулирует, что вот у младенцев даже, да, то есть еще до там формирования мозга, до того, как кора там окончательно сформируется, там, до пубертатных изменений, у них уже проявляется какая-то сексуальность, да, в их поведении. Ну, то есть, ну, а на чем это основано? Да ни на чем это не основано, просто вот как бы, как некая аксиома такая постулируется, ну, для своего, для своего времени, да, это были интересные идеи. Это очень многих людей шокировало, и поэтому удалось это зафорсить, популяризировать, как бы, широко это разошлось повсюду, потому что это такое очень серьезное, скажем так, мнение и новая теория, которая оспаривает традиционные представления о, значит, антропологии, формировании личности, что это вот покушение, опять-таки, на позиции церкви, что вот церковь говорит, что есть какая-то душа, а на самом деле, вот там, сознание-подсознание и все такое прочее. То есть, как теория, да, это интересно, как некое альтернативное видение, как некая альтернативная писательная система. Это, да, это любопытно, с этим можно как-то поиграться, но воспринимать это как науку, как что-то, что научно как-то вот верифицируемо или имеет вообще какие-то серьезные научные основания, да нет, как бы, вообще никаких. Таким образом, женщины с ярко выраженным комплексом зависти к пенису переживают инцидент. Да, вот так вот рождается девушка, значит, в европейском обществе, да, хочет, хочет быть подстилкой патриархата, как бы, хочет найти себе папика, а патриархата уже и нет. Такой вот облом. Собственно, в чем, как бы, проблема вот этих вот девушек, которые находят себе, значит, половых партнеров из других более диких, более архаичных этнических групп? А именно с этим это и связано, что они не могут найти себе таких вот самцевитых с высоким уровнем тестостерона партнеров в рамках своей, собственно, этнической группы. А те их еще и стигматизируют. То есть, значит, за это, что, типа, вот, ты предала расу. То есть, как какая-нибудь пидовка, значит, с писклявым голоском бегает за девушкой и говорит, что она предала расу. Да, она предала расу, а что ей оставалось, как бы. Она не смогла найти в своей этнической группе самцевитого партнера, как бы, такого мужика, который мог бы брать на себя ответственность, у которого, там, не знаю, какие-нибудь ресурсы были бы и прочее. Все плохо, дамы и господа, все плохо. Не то, чтобы я оправдывал таких девушек, но, как бы, тут совокупность, совокупность причин. У одной подобной пациентки была излюбленная фантазия. На нее накидывается мужчина, она ударом в нос сбивает его с ног и наступает ему на пенис с ногой. Впоследствии на терапии часто вскрывается, что многие из них также считают, что отцы действительно когда-то были их любовниками, а потом изменили им или бросили. Уверен, что подавляющее большинство девушек и женщин скажут, что они совершенно не помнят своего сексуального отношения к отцам. Точно так же, как и подавляющее большинство парней скажут, что они не помнят своего сексуального отношения к матерям во время эдипальной фазы психосексуального развития, то есть до 5-6 лет. Это вполне себе нормально и это даже имеет свое название. Криптоамнезия или детская амнезия, которая со временем уже проясняется и проходит на психоанализе. В обыденной жизни эту зависть к пенису вы можете наблюдать практически во всех современных трендах. Начиная со спорта, в котором женщины неумело пародируют изобретения мужчин, женского спорта, в котором по счастливой случайности доминируют почему-то очень часто мужеподобные лесбиянки, которые являются просто ходячим живым воплощением зависти к пенису. Ну, это интерпретируется как зависть к пенису, но они так выглядят, потому что не потому что у них зависть к пенису, потому что их гормонами, блядь, обкачивают. А гормонами их обкачивают не для того, чтобы она к пенису завидовала, а потому что она, чтобы она была более физически сильной и могла всякие достижения совершать в спорте. С теми же функциями? Да. Ну, блядь, но он не будет самцевитом. Понимаешь, в чем дело? Что значит, с теми же функциями? Нет, как бы, если женщине требуется именно такой, знаешь, самец, то ей не подойдет, как бы, мамина радость или куколта или прочее. Это можно, знаешь, совмещать, да, то есть можно найти мужа и любовника, например, да, то есть некоторые женщины так поступают. Но тут, как бы, сложно, сложно компенсировать тоску по сильной мужской руке в ситуации, когда ты живешь, там, не знаю, в Сан-Франциско в условном, и вокруг все плохо. То есть хочется патриархата, а его нет. Все, как бы, он закончился. Нет, согласен, процессы внутри современной культуры, они плохие. Но то, что мы их интерпретируем через призму психоанализа и того, что есть, как бы, зависть к пенису, это лишь одна из возможных форм интерпретации этих процессов. То есть надо понимать, что это никак не доказывает. То, что мы используем психоаналитические аргументы для описания этих процессов, это никак не доказывает верность психоанализа. То есть то, что мы используем интерпретацию психоаналитическую, это не делает психоаналитическую интерпретацию научной. Потому что использовать можно любую интерпретацию. Можно сказать, что во всем виноват дьявол. Можно сказать, что во всем виноват капитализм. Можно сказать, что во всем виноваты рептилоиды. И это тоже будет системой описания, это тоже будет системой интерпретации этих процессов. Но это не делает, блядь, марксизм, религию и, блядь, веру в рептилоидов наукой. Из-за того, что мы используем такую систему интерпретации Это примерно вот, значит, сам спрятал рояль в кустах Потом сам же его там и нашел То же самое и здесь Мы интерпретируем все процессы через зависть к пенису И говорим, что вот видите, видите, это же наука И все, все сходится, вот пожалуйста, вот вам факт Да, но это не факт, это интерпретация Ну да, я согласен, процессы очень нехорошие Но это не делает психоанализ наукой Абсолютно любое стремление к равенству То есть к тому, чтобы восстановить несправедливость отсутствия пениса Является типичным проявлением данного комплекса Как писала Карен Хорни Без всяких рассуждений мы утверждаем, что чувство социального неравенства Появляется у женщин как рационализация зависти к пенису В дополнение к этому стоит упомянуть стремление к кастрации мужчин Как физическим способом, описанным, например, в новости про мальчика Мать которого хочет превратить его в девочку Так и символическим способом кастрации В виде, например, урезания у мальчиков Стремление стать смелыми, ловкими, сильными Ну это просто сумасшедшие, блять, женщины с психическими проблемами То есть это не касается всех женщин вообще Это касается только вот двух-двух сумасшедших Зависимыми Давая в ответ указ девочкам обладать именно этими качествами Или посмотрите на вот это изобретение Замечательные стулья, созданные специально против того, чтобы мужчина мог раздвинуть свои ноги Зато, опять же, поощряется мужская позиция у женщин Каждый раз, когда я читаю подобные новости У меня в голове всплывает образ лежачего в гробу и умирающего просто со смеху Фрейда Которого до сих пор критикуют за эту концепцию Жаль, правда, его кремировали Интересно, что попытка отойти от женского стиля жизни к мужскому Неизбежно приносит женщинам чувство неполноценности Так как девочка начинает примерять к себе чужие притязания И оценивать себя мерками, чуждыми ее биологическому естеству И при этом сталкиваясь с чувством, что она никогда не сможет соответствовать им полностью Потому что, как бы ты ни старалась, что бы ты ни делала Всегда найдется мужчина, который сделает твою работу лучше тебя Для этого, собственно, и были придуманы уравнительные квоты для женщин Нужно также отметить, что зависть к пенису проявляется в нашу эпоху больше всего за всю историю человечества Потому что раньше этот комплекс решался рождением детей Как компенсации за отсутствие пениса Ныне же женщины, особенно молодые девушки, практически не рожают Я не разделяю вот это одержимость психоанализом Я согласен, что проблемы есть, они очень серьезные И, в общем-то, силы, которые эти проблемы порождают Это, с одной стороны, всякие, значит, абскурантисты Которые остались нам по наследству от предшествующих исторических эпох С другой стороны, всякие долбоебы SJW и современные феминистки Которые, по сути, такие же абскурантисты, просто с другими взглядами Но я не согласен, что нужно все это интерпретировать Исключительно при помощи каких-то фрейдистских манифантазий Которые ни на чем не основаны Это просто религия новая И это единственно возможный способ интерпретации всех этих вещей Что вот, вот, видите, смотрите, есть вот такая-то проблема в обществе, да? А это вот потому, что зависть к пенису Ну, это хуйня какая-то, серьезно, то есть Ну, как я уже сказал, это ни на чем не основано Не хочу повторяться просто, десятый раз Возможно, для кого-то это все прозвучало так, будто я обвиняю во всех бедах на планете женщин Это не так Именно мужчина направляет культуру и цивилизацию И именно он ответственен за свое современное состояние Во всех культурах мужское начало является солнечным, аполлоническим, небесным и духовным Так, например, индейцы Пуэбло думали, что они являются сыновьями солнца Да, жаль, что не во всех культурах, как бы, был культ солнца И, как бы, не все культуры знают о существовании бога Аполлона Отца Ученые средневековья считали мужчину сухим и пламенным При этом одно из крупнейших направлений современного ваншавшиновизма Это культ Рамы, а Рама это лунное божество И можно еще вспомнить, там, не знаю, традиционные германские, древнегерманские мужские союзы Которые проводили свои собрания только в полнолуние Можно также вспомнить еще одного бога Не скажу, как его звали Который был богом луны А потом он стал верховным богом И всякое такое И это все сугубо в рамках очень патриархального общества Ну, то есть, опять-таки, про религию это немножко тоже притянуто за уши Но, окей, я не буду придираться к этому Да, я уже молчу про то, что солнце, конечно, в Египте воспринималось как мужское божество И даже совокупность мужских божеств Потому что за разные аспекты солнца отвечали разные боги Там, например, солнечный свет, движение солнца, солнечный круг Это все могло обозначаться как разные боги Но в то же время в древнеегипетской религии Небо, оно воспринималось как женское божество А земля как мужское божество То есть, все наоборот Потому что в большинстве других мифологий и мифологических систем Земля, она, наоборот, представлялась как женское божество Там шакти, мать сыра земля И всякое такое, да, там различные женские богини плодородия Там всякие деметры и прочее А небо, наоборот, воспринималось как вот мужское божество Да, какой-нибудь условный Дейю Или Перун, или Зевс, или там Громовержец Там Индра и так далее А вот у египтян, у них все было наоборот Потому что у них и земля это мужское начало А небо это женское начало Мокрое и холодное Например, в даосизме Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok